Всем привет, друзья! Сейчас мы посмотрим мою очередную самоделку, ну или почти самоделку, на тему военная техника. Итак, встречайте, американский грузовик М-35. Сперва я немного расскажу об истории создания этого грузовика, ну а потом перейдем к его более детальному обзору. Разработка этого американского военного грузовика началась сразу после Второй мировой войны, но первое испытание было только в 1951 году. Первое военное применение эти грузовики получили во время войны в Корее. Всего этих грузовиков выпустили свыше 60 тысяч штук и стояли они на вооружении у более 25 стран мира. Ну а теперь давайте рассмотрим сам грузовик. И начнем мы пожалуй с переда. Спереди грузовик выглядит вот так. У него есть фары, решетка радиатора, капот, ну и другие детали. И вот здесь уже начинаются первые разногласия со схемой. Ну во-первых, вот эта вот деталька должна быть одиночной, но я ее поставил вот такой двойной, потому что одиночной у меня просто не было. Во-вторых, вот эти вот крепления, которые держат стекло, должны быть тоже другие. У меня они были, но они были в другом цвете, в сером, и они смотрелись не очень красиво, поэтому я поставил вот такие. У грузовика есть две двери, которые можно открыть, но я не буду этого делать, потому что они могут у меня отлететь. Снизу есть подножка, с помощью которой человек может залезть в кабину. Внутри передней части кабины есть место для двух мини-фигурок. Давайте снимем крышу и посмотрим. Вот первое водительское сидение и второе пассажирское. Далее за кабиной располагается тент, который я делал сам. Сейчас я покажу, как он выглядит и из чего он состоит. Как я уже говорил, тент я делал сам, с помощью вот такой вот ленты для оружия. У автомобиля имеется шесть основных колес и одно седьмое, запасное. В задней части грузовик выглядит вот так. Вот эта вот деталька опускается и туда можно посадить мини-фигурок. Места там достаточно. С обратной стороны грузовик выглядит именно вот так. Вот этой вот деталькой изображен топливный бак. Еще от грузовика можно отсоединить заднюю часть. Вот так вот. Теперь давайте посмотрим, что находится внизу этого грузовика. Дно автомобиля я делал вообще не по схеме, потому что многих деталей у меня не было. Схему, по которой я собирал этот грузовик, я скину в группе ВКонтакте. Ссылку на группу оставлю под видео. Так что заходите и смотрите. Но предупреждаю, она не очень качественная. Если вам понравилась эта самоделка, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока-пока.